Представьте, что на дворе 2005 год. Вы идете в ларек с пиратскими играми после долгого и изнурительного школьного дня. И вот вашему взору предстает она. Bidnight Club 3 Dup Edition. Недолго думая, вы покупаете ее, бежите домой, вставляете диск в свою консоль и... кайфуете ближайшие несколько месяцев. Я впервые поиграл в Bidnight Club 3 Dup Edition в начале 2010-х, и эта игра сразу меня захватила. В отличие от различных частей Need for Speed, в Bidnight Club 3 было куда больше драйва, больше веселья, больше всего. И даже по сей день я считаю, что это однозначно самая лучшая аркадная гонка нулевых. Почему? Присаживайтесь поудобнее, сейчас я все расскажу. Bidnight Club 3 это гоночная песочница, события которой базируются в трех городах Америки. Сан-Диего, Атланте и Детройте. А также в Токио, но это только в улучшенном издании с припиской Remix. Вне зависимости от издания игры, все начинается с того, что вам дают некоторую стартовую сумму денег, своеобразную штаб-квартиру в виде гаража и довольно внушительный список стартовых автомобилей. После покупки первой машины вы вольны сразу начать ездить, или же насладиться внушительной кастомизацией. Правда в начале игры доступна лишь часть апгрейдов и деталей, но по ходу прохождения откроется доступ к и к остальным. Если вас заинтересовал мой рассказ, вы праве зайти в игру и познать все ее красоты самостоятельно. Я же, пожалуй, постараюсь раскрыть главную тему данного видео. Почему же у игры тяжелая судьба? А все просто. В данную игру практически никто не играет. Спасибо за это Rockstar Games. Они умудрились не выпустить свою великолепную игру на ПК. Да-да. Midnight Club 3 вышел только на PS2, Xbox и PSP. Причем на PSP не вышел ремикс. Но речь не об этом. Грубо говоря, даже несмотря на то, что игра была реально популярна, сейчас о ней помнят немногие. А ведь очень, очень зря. У Midnight Club 3 был один огромный козырь в рукаве, о котором многие даже и не догадываются. И это мультиплеер. О боже, насколько же он хорош. Все эти ваши марио карты нервно курят в сторонке. У меня была возможность насладиться игрой в Метисок Мани, причем как на сплитскрине, так и через системлинк. Я вам вот что скажу. Это сказка. Подумайте сами. У вас есть огромное количество реальных машин, отличные механики, созданные для баланса между игроками, и та же возможность включить пауэр апы. Да, вы не ослышались. Пауэр, мать его, апы. И это возвышает качество мультиплеера на невиданный ранний уровень. Теперь аркадная гонка превращается в самый настоящий хаос, где побеждает лишь тот, кто умеет пользоваться бонусами, и тот, кому везет. Мне было достаточно поиграть в мультиплеер с еще двумя людьми всего пару часов, и теперь я могу с уверенностью заявить, лучше вы ничего не найдете. Лучше банально не бывает. Никакая Forza Horizon, никакой NFS не дадут таких же эмоций, как Midnight Club 3. Но есть проблема, о которой я уже в принципе рассказал. В эту игру практически никто не играет. Причин на это несколько. Первое. Многие люди забыли об этой игре, так и не познав кайф мультиплеера. Второе. Не у каждого была возможность поиграть в эту замечательную игру. Третье. Не каждый знает, что есть целых два глобальных способа поиграть в эту игру по сети, причем один из них даже не требует наличия какой-либо консоли. Однако, в данном видео я выражаю протест текущей ситуации в отношении Midnight Club 3. Поэтому я расскажу, как начать играть в Midnight Club 3 по сети прямо сегодня. Заинтересовал? Тогда начнем. Первый способ самый популярный. Он не потребует от вас наличия настоящей приставки, однако потребует наличия среднего по мощности ПК. Если у вас ноутбук, то его мощности может не хватить, но если ноут не самый дешманский и более-менее современный, то попробовать явно стоит. Суть данного способа заключается в эмуляции игры через PCSX 2. Ссылки на все необходимое будут в описании. Погнали! Перед тем, как приступить к инструкции, я хочу сказать, что ни в коем случае не препагандирую пиратство. Для данного способа вам потребуется оригинальный DVD-9 образ Midnight Club 3 Dub Edition Remix, ознакомительную ссылку на который я прикрепил в описании. Переход по ссылке на ваш страх и риск. По ссылке располагается пропатченный образ для игры по сети. Если вы будете брать образ с оригинального диска, то вам нужно будет пропатчить его. Об этом я расскажу в конце инструкции. Для начала скачайте последнюю стабильную версию PCSX 2 с официального сайта. На данный момент это версия 1.6.0. Я рекомендую скачивать бинарник, нежели установщик, поскольку не люблю излишне захламлять рейс Тарвинды, и вам не советую. Скачав архив с эмулятором, распакуйте его в удобную для вас папку. Далее необходимо скачать программу WinPicap. Она нужна для ретрансляции интернет-трафика. Опять же, скачайте с официального сайта, устанавливайте. Советую оставить галочку на пункте с автозапуском программы при старте Винды. Это поможет избежать проблем с игрой по сети в будущем. Для того, чтобы эмулятор мог присоединиться к онлайну, нужно установить плагин под названием CLR-DF9. Поиск в гугле даст ссылку на гитхаб, где во вкладке Releases вас будет ждать свежая версия плагина. На данный момент это версия 0.9. Скачиваем zip-архив с припиской x86, распаковываем плагин в папку Plugins и идем дальше. Следующий пункт опциональный. Если у вас есть геймпад, при помощи которого вы будете играть, то я настоятельно рекомендую выполнить этот шаг. Если же вы будете играть на клавиатуре, то этот шаг делать не рекомендуется. Так вот, ищем плагин для PCSX2 под названием CLR-USB. Благодаря этому плагину можно эмулировать наличие клавиатуры, что позволяет печатать символы в игре с большим удобством. Скачиваем плагин, кидаем распакованный файл в папку Plugins и переходим к следующему шагу. Для работы эмулятора необходимо положить файл BIOSа в папку BIOS. Я еще раз скажу, я не пропагандирую пиратство. Легальный метод получения BIOSа – это его DAMS в вашей личной консоли PS2. Гайды по этому есть в интернете. Однако, в ознакомительных целях в описании есть ссылка на файлы BIOS. Переход по ней на ваш страх и риск. Запустив эмулятор, нам предложат произвести первоначальную настройку. Нажимаем кнопку «Далее» до тех пор, пока не окажемся в меню выбора плагинов. Если вы установили USB-плагин, выберите его. Далее выберите в качестве 9.9 плагина CLR 9.9. Нажмите кнопку «Configure» напротив него. В новом окне оставьте галку «Только напротив пункта «Enable Networking». Нажмите кнопку «Configure» напротив него. В появившемся окне в первом списке выберите WinSock. Во втором – ваш интернет-адаптер, через который вы будете выходить в интернет. Скорее всего, это будет что-то с припиской Ethernet или Wi-Fi. После этого нажмите в обоих окнах «Apply». Ура! Эмулятор настроен. Если у вас нет геймпада или геймпад не X-input, то также настройте управление, как вам более удобно. Пришло время запустить игру. Выберите образ игры, запустите эмуляцию. Если, когда вам нужно ввести текст, у вас ничего не отображается, нажмите кнопку «F9». Это переведет игру в режим софтверного рендеринга. Соответственно, игра будет полностью рендериться на вашем центральном процессоре. Потом опять нажмите «F9», чтобы вернуться в хардвардный режим. Из главного меню переходите в пункт «Меню нетворкинг», а там в «Network Configuration». Нажимайте кнопку «Ок». Далее вас будет ждать очень забавный экран, в котором ничего не видно и ничего не понятно. Однако, этого вполне достаточно, чтобы пройти настройку. Просто следуйте оверлейу, который я оставил в левом нижнем углу экрана, и у вас все получится. На данном этапе нужно ввести IP DNS сервера ChristianDNS. Его IP 45.7.228.197. Первое число довольно сложно ввести, однако, если приглядеться, то это вполне себе можно сделать. Если у вас этот этап прошел без ошибки, то я вас поздравляю. Здесь вас попросят ввести название созданного подключения. Вводите точно без ошибок из первого раза. В «Network Configuration» выберите тот подключение, которое вы только что создали. После этого зайдите в «Internet Play» и введите ваши данные. Вам потребуется ваш адрес электронной почты. Пароль – это всегда «PS2T». Ну а дальше попробуйте залогиниться. Если увидите вот эту надпись, в которой написано 24 на 7, то я вас поздравляю, вы смогли это сделать. Вы прошли через этот нелегкий процесс, и я могу вас, наконец-то, поздравить. Вы сможете играть по сети в «Internet Club 3 Top Edition» ремикс. Если вы решили поиграть со своего собственного образа, то порядок действий следующий. Скачивайте программу «WinDeep», ссылка, естественно, в описании. Выбираете образ вашей игры. Ну вот, например. Потом нажимаете кнопку «Scan File», «Verify Version». Вводите вот это значение. И нажимаете «Patch». После этого нажимаете «Ок». Еще раз «Ок». Все, игра пропатчена. Можно играть. Теперь пару слов о том, как должна быть настроена игра для честной игры по сети. Если ваша система не выдает стабильность 60 кадров в секунду во время гонки, то у вас будут проблемы, поскольку чем выше FPS, тем быстрее едет машина. Грубо говоря, если у вас игра лагает, то вы заведомо будете проигрывать. А если у вас стоит патч на настоящий 60 FPS, то вы будете ехать быстрее всех тех, кто этот патч не установит. Сразу говорю, патч на настоящий 60 FPS очень требовательен к вашему компьютеру. Даже у меня игра с ним тормозит. Поэтому я не буду рассказывать, как его устанавливать в рамках этого видео, а сосредоточусь на поднятии производительности для тех, у кого ее не хватает. Давайте начнем. Для начала перейдите в настройки эмуляции. Там во вкладке спидхаки поставьте все в точности так, как видите на экране. Если это не помогло, зайдите в настройки GS плагина. Сначала выберите хардварный Direct3D11 и выставьте самые быстрые настройки, как показано на экране. Если это не помогло, то выставьте Direct3D11 софтвор. Однако учтите, что софтворный режим очень требователен к процессору, так что на ноутбуках это будет работать не очень удовлетворительно. Надеюсь, что-то из этого вам поможет. Чтобы понять, помогло ли это вам, скачайте и установите программу MSI Afterburner. В ее настройках перейдите в графу мониторинг, пролистайте вниз и найдите пункты числа кадра и время кадра. Для каждого из них поставьте галку напротив пункта «Показывать ВОЭД» и выберите вместо текст «Комбо». После этого нажмите «Ок» и не закрывая программу, запустите игру и произведите пару гонок, следя за фпс и временем кадра. Если фпс не падает ниже 60 или 59, то можно смело заходить в мультиплеер. Ну и напоследок, немного полезных советов. Для начала советую установить соотношение сторон 4 к 3 вместо 16 к 9. Фиднайт Клаб 3 на PS2 не имеет поддержки 16 на 9, поэтому картинка будет растянута, если вы вручную это не поменяете. Если вы играете на геймпаде, настоятельно рекомендую поменять управление так, как вы видите на экране. Ну а на этом все. Заходите на мой дискорд канал, там я устрою базу для всех тех, кто захочет найти людей для игры по сети. Помимо этого, там будет информация про мультиплеерный ивент по Миднайт Клаб 3, который буду проводить лично я для своего комьюнити. Если под этим видео наберется 50 лайков, то я сделаю видео про второй, более экзотичный способ игры в Миднайт Клаб 3 по сети. Ну а с вами был CloudShade, подписывайтесь на канал, прожмите колокольчик и до новых встреч. Пока!